Работа – это как дети. Детей любишь. Всех, да, не выбираешь. Для Ильи Перепелкина картины как дети, поэтому он называет себя многодетным отцом. Вот уже больше двух десятилетий он пишет картины. Илья – потомственный художник, но брать в руки кисть никто не принуждал. В детстве, когда читал книги, придумывал к ним иллюстрации. В художественной школе появилась любовь к натуре. Натюрморты, портреты, пейзажи, которые и стали любимым жанром. Тем более, что хобби творца – путешествия. Это органично сочетается с моей профессией. То есть мы не просто путешествуем, смотрим или какие-то спортивные достижения. Самая главная задача – это приехать и написать этюды. Жить на саморской земле и не вдохновляться невозможно, говорит художник. Одна Волга чего стоит? И жгули. Каждое лето он переправляется на правый берег с компанией друзей художников, либо на пленеры с учениками. Илья преподает в художественной школе. Гуашь, графика и любимая акварель. Дома у Ильи настоящая мастерская с сотнями работ. Человек творческий, он постоянно думает, это его жизнь, творчество. То есть любые, ну что такое искусство? Это эмоциональное отображение действительности. То есть мы всегда живем в действительности, испытываем эмоции, и всегда у нас, ну у художника есть что сказать. Илья рассказывает этюды для художника, как тренировка для спортсмена. Их он воспроизводит на месте, позже они ложатся в основу картин. Сейчас у художника много этюдов, которые он дорабатывает. Говорит, режим самоизоляции настоящему творцу не помеха, а напротив повод поискать новые состояния внутри себя. Мария Левина, Константин Головин, События.